так вот мы на улице у нас сегодня погодка серое небо вот такой ключ у меня в руках узнаете от чего это здесь такая эмблема есть кто знает что это за ключ такой чуть за марка он еще вот так вот делает то кстати как-то это неправильно она это в правой руке на держать да да в правой руке удобнее нажимаешь но все какой-то маленький он в руке не лежит вообще блин два пальца наверное длиною ну ладно не буду томить в общем наш автомобиль вот он так такой на вид прикольный весь целый знаете дачу за машина играет волхавр вот самая такая машина короче пять лет посмотрим салончик запашок такой хрен знает не очень мне он нравится машина приехала с такой я сказал бедою а именно да вот видно все как бы такое нормальное и толщина номером билл она не крашеная полностью не крашеная педал нас заключается следующем вот смотрим внизу 1 2 3 4 5 здесь она везде 6 7 8 короче такая беда здесь уже вылупляется да видно да вот короче тут даже лючок зажарел здесь вот сунулся лючок смотреть как откручивается смотрю такая хрень здесь есть думал что крашеный смотрите как сделано конечно надо посмотреть повнимательней черт его знает какие-то здесь насечки что это такое такая вот фигня здесь везде короче здесь вот беда беда печаль тут все ржавеет свежая машина блин хотя свежая это резина родная летняя какая-то блин какого года машина вот двенадцатый год двенадцатый двенадцатый короче везде двенадцатый год да двенадцатый год вот так вот ржавеет здесь вот у нас такая вот хрень натирает она уже вот здесь вот здесь она уже больше натерла здесь такая вот хрень вылезла непонятная по этой стороне у нас та же самая ситуация вот она раз два короче что делать здесь вообще весь низ он блин уже ржавеет что делать как вы думаете вот ваше так сказать мнение на эту тему что бы вы сделали вот с этим вот машина не крашеная до вводные такие у нас вот не хотелось бы конечно портить это все потому что блять она там везде 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 вот вот она прям здесь знаете почему так не потому что это китайская машина нет сейчас покажу почему это так здесь здесь уже все натерла бампер это смотрите это специально так сделано все чтобы она натирала там сейчас вода стоит видно да вот она блестит этот хрень шевелится вот так вот и все она тут натирала вот так вот и все тут везде видите дверь ничего не откручивалась все в родне та же самая с той стороны вот здесь вот тоже посмотрите что творится фар чертит за крыло все это гниет все это блять ржавеет вот здесь вот красота какая здесь вот дети лазают то же самое просто это скоро будет дырявое все все везде все везде везде все вылезает вылезает все везде что делать я не знаю короче будем красить даже андрюшка говорит красить 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 вот так будем здесь вот будем подмазывать эти места самое интересное если толщиномером машина пройти и это сразу станет ясно почему она ржавеет так быстро ну что толщиномер берем и погнали его причина в том что он очень тонкий смотрите 40 50 41 даже это как внутренние проемы 54 допустим новый капот да берем крышу не особо толще 67 здесь вообще 49 крыша тоже новая здесь что то я ткнул куда то неправильно ткнул 46 полтинник и он весь такой 55 стойка 46 ну и погнали там где крыло мне не нравилось 65 52 очень тонко везде 56 какие же проемы то будут 52 вообще блин 20 47 41 64 здесь 47 я блин ставлю он даже звенит металл 50 шагрин везде одинаковая 45 45 60 40 здесь даже вон где вылупилась посередине двери как на газелях на самых плохих блин вот оно мне так кажется что из-за этого они так ржавеют ну что проем для прикола сейчас будет еще толще наверное да 20 14 это абсолютный рекорд 18 стойка центральная 20 на двери наверное будет еще тоньше двери не заслуживают да 16 офигеть просто офигеть вот такой вот он great wall hover не удивляйтесь почему он ржавеет приступаем красим двери убираем ржавчины погнали